Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Мордекай 2015 года. В центре сюжета история Чарльза Мордекая, обходительного арт-тельца и жулика по совместительству, который путешествует по всему миру и с помощью своего неотразимого обаяния пытается раздобыть украденную картину. По слухам, в этом произведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. По ходу Мордекая приходится улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой МИ-5, международным терроризмом и со своей умопомрачительно длинно новой женой. Превосходство 2014 года. Выдающийся исследователь в области изучения искусственного интеллекта доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его и в то же время сделали основной целью радикальной антитехнологической группировки. Экстремисты делают все возможное, чтобы остановить его. Однако в своих попытках уничтожить Уилла, они добиваются обратного и становятся невольными участниками становления его абсолютного превосходства. Пастырь 2011 года. Далекое будущее. Миром правит религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахини. Турист. Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы крупнейшим образом нарушают водоворот интриг и опасностей. Легион. Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под сын командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения мессии. Молодая Виктория. Отец Виктории, герцог Кенский, умер, когда дочери не было и года. В 11 лет она осознала, что ей предначертано стать королевой Британской империи. Еще совсем юная, она сумела добиться уважения и любви своего народа. Чмельное сердце. 2008 года. Книжный лекарь Мортимир Мо, Фольхарт и его 12-летняя дочь Мэдди обожают книги. Но кроме этой всеобщей страсти, они еще и обладают удивительным даром – оживлять героев со страниц, прочтенных ими вслух книг. Но не все так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек. Логгель. 2003 года. В 1930-е годы, спасаясь от гангстеров, юная Грейс оказывается в городе Догвиль, где-то в скалистых горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить беглянку, если она будет работать на них. Но затем их запросы становятся непомерными, а страх разоблачения превращает обывателей в жестоких подонков. Постепенно Грейс становится рабыней и их обитателей Догвиля, убеждаясь, что в этом городе у доброты есть обратная сторона. Однако никто не знает, как опасна может быть Грейс. Вскоре Догвиль пожалеет, что посмел обнажить свои клыки. Хозяин морей. На краю земли. Действия фильма разворачиваются во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества Сюрприз, пораздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды, сюрпризу дается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри, по прозвищу Счастливчик, принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!